МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кировская область раскрывает свой туристический потенциал другим регионам, если кратко посмотреть, еще пока есть на что. Подразделения полиции начали поздравлять с профессиональным праздником за 4 дня показательные выступления и ключи от служебных машин на Театральной площади. Нецелесообразные траты заповедника Нургуш раскрывает кировское отделение ОНФ. Там два оазика хотят купить за 3,5 миллиона рублей. Кировские ветеринары для продолжения лечения лошадей, изъятых у Екатерины Солнцовой, наняли сторожа и ремонтируют сломанные ворота. Группа неизвестных каждый день караулит жеребцов. Найди 5 отличий или новая металлика. В Киров приехала украинская трибют-группа, которая исполняет хиты известных музыкантов. О главных событиях пятницы 6 ноября расскажет информационный канал «Город» в студии Артем Панекаровских. Здравствуйте! С сегодняшнего дня приостановлено авиасообщение с Египтом. Такое предложение подготовил Национальный антитеррористический комитет. Предложение это поддержал Владимир Путин. Сроки приостановки пока примерны. То есть до окончания расследования крушения самолета над Египтом теперь россияне рассматривают другие туристические маршруты. В том числе, например, по Кировской области. Звучит пока не очень реалистично. Еще сложнее поверить, что москвичи готовы отдать от 7 тысяч рублей за экскурсию по области. Но акулы туристического бизнеса уверяют, продавать Киров можно. Второй день в нашем городе гостят турагенты из 12 регионов России. И каждый уже определился с коммерческим предложением к жителям своего города. Чем станут заманивать, узнала Ольга Шмырина. В старину, когда выбирали место для города, прежде всего смотрели, насколько подходит эта территория для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Взгляд современный, насколько подходит город для туристов. Экскурсия для экспертов туристических профи из 12 регионов страны. Кировчане, принимающая сторона, делают все, чтобы повысить привлекательность города и области для потенциальных гостей. У нас был мастер-класс, как учились крестьянские дети. Вы представляете, вот эти взрослые люди, вот эти взрослые люди, которые уже много-много лет работают в туризме, как маленькие дети сели за парты и деревянными палочками, свекольным соком писали старинную азбуку. Урок письменности в поселке Ленинская Искра привел акул туристического бизнеса в восторг. Но все же больший покупательский спрос гости видят в турах к святому источнику в Великорецком и к динозаврам в Котельниче. Есть интерес, есть интерес среди профессионалов, потому что люди хотят что-то узнать новое. Но невозможно каждый день есть пирожное, понимаете, когда-то хочется и черный хлеб поесть. Я не сравниваю, что это не черный хлеб, это другого вида пирожное, да, там блинчики. Я имею в виду Кировка город, если проводить параллели. Гастрономическое сравнение скорее в пользу графских развалин. Археолог Алексей Кайсин, в отличие от гостей, коренной кировчанин, не перестает ужасаться. Город с глубокой историей. Эту самую историю цементирует и хоронит под новыми высотками в центре города. Потеря для науки и для туризма. Ведь можно создать музей археологических ценностей. А теперь не из чего. Надо сначала что-то найти, чтобы было что-то показать. А так, ну, а зачем ехать обычному человеку, если ничего нет? То есть, если оно находится в земле или как-то другим способом уничтожено. Больше всего понравилось, что вы дома не разрушаете, а восстанавливаете. И такое чудесное ощущение, когда гуляешь по центру, как будто попал в 19 век. Так приятно. Дома очень красивые. Просто очень красивые. После такого отзыва, понимаешь, гостей вряд ли возили к мастерской Хохрякова, которую вот-вот сравняют с землей. От посмотрите направо, посмотрите налево, да посмотрите под ноги. Вообще вряд ли дойдет, уверен автор проекта «Пешком по овяткам». Историк Антон Касанов, как никто знает, как сохраняют историю в провинциальном городе. И что нужно сделать, чтобы история, к примеру, нашего города стала интересна россиянам далеко за его пределами. Не стоит думать, что вот прямо сейчас все это произойдет и к нам повалят туристы. Потому что, действительно, все не так просто. Конечно, это улучшение банальной инфраструктуры, потому что зачастую где-то проблемы с дорожным покрытием очень серьезно, тротуаров может быть нет. Должно быть вообще стать, в принципе, модно путешествовать по России. Модно, а еще доступно. Туристическую инфраструктуру в городе начали активно развивать лишь полгода назад. В исторической части города установили указатели, на значимых зданиях повесили таблички с QR-кодами. И, пожалуй, все. Особняк Булычева, пожалуй, одна из главных достопримечательностей города. Замок украшают грифоны и ажурная ограда. Пожалуй, это все, что доступно не только туристам, но и местным жителям. Сейчас здание принадлежит ФСБ. И каким бы важным с туристической точки зрения оно ни было, вход туда закрыт. Первыми потоковыми туристами в Кирове, скорее всего, будут школьники. Именно с этой группой россиян турагенты, посетившие город, решили работать в первую очередь. Уже известно, что тур, к примеру, из Москвы будет стоить от 7 тысяч рублей. Ольга Шмарина, Иван Дюров, информационный канал, город. В равнении на центре. Сегодня в Кирове прошел строевой смотра гарнизона кировской полиции. В преддверии дня полиции на Театральной площади собралось 150 представителей ОМОН, ГИБДД, частных охранных предприятий, казачьих патрулей, народных дружинников и других подразделений. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Открыл строевой смотра полковник иерской полиции Константин Селянин. Сегодня он вручил награды лучшим и отличившимся сотрудникам. Десять сельских участковых получили ключи от новых служебных машин. А яркой кульминацией стали показательные выступления сотрудников ГИБДД. Автоинспекторы показали крутой разворот, использование шипов для остановки машины и захват преступников. После Константин Селянин пожелал всем хорошей службы и сотрудники разошлись, чтобы приступить к работе. Сам день полиции они отпразднуют 10 ноября. Все трассы будут перекрыты. Российские дальнобойщики намерены протестовать против введения платы по федеральным дорогам. Автоинспектор готовится к возможной забастовке и кировских водителей. Подробности смотрите в нашей рубрике короткой строкой. По данным Центра занятости в области по сравнению с прошлым годом увеличилось число безработных почти на 12%. Сейчас таких 15 тысяч кировчан. Отметим, уже в следующем году Минэкономразвитие ожидает снижение уровня безработицы. В следующем году на содержание дорог уйдет 1 миллиард 200 миллионов рублей. Такая сумма выделена Дорожному комитету Кировской области. На эти деньги планируется проведение ремонт по очистке дорог от снега, нанесение разметки, ямочный ремонт. А более серьезных ремонтов в этом списке нет. Горадминистрация опубликовала прогноз социально-экономического развития Кирова на 2016 год. По данным властей, кировчан ждет стабильное развитие практически во всех направлениях. Впрочем, зарплаты бюджетников не вырастут, пенсии поднимут только на 4%. Услуги ЖКХ подорожают на 5. Из положительных тенденций средняя заработная плата, которая вырастет на 1910 рублей. Активисты ОНФ заинтересовались закупкой заповедником Нургуш двух патрульных УАЗов по цене больше 3,5 миллионов рублей. По данным официального дилера, цена одной модели составляет 1 миллион 200 тысяч рублей. В самом заповеднике в просьбе предоставить документы активистам отказали. А завышенную цену объяснили тем, что запрос предложений проводился в августе и с тех пор цена снизилась в полтора раза. Малый бизнес под угрозой. Со следующего года Минэкономразвитие планирует повысить единый налог на вмененный доход почти на 16%. Например, магазин в 50 квадратных метров предпринимателю обойдется дороже почти на 50 тысяч в год. Отметим, сейчас в области зарегистрировано около 22 тысяч предприятий, которые как раз пользуются ЕНВД. Кировские автоинспекторы готовятся к возможной забастовке дальнобойщиков. Водители намерены протестовать против введения платы за проезд по федеральным трассам. Напомним, новые правила вступят в силу 15 ноября. Грузовики весом больше 12 тонн должны будут платить за каждый километр почти 3,5 рубля. В связи с этим 11 ноября забастовки пройдут в Москве, Омске, Новосибирске и других областях. Команда «Родина» вошла в десятку сильнейших хоккейных команд мира. По сравнению с прошлым рейтингом, Кировский клуб поднялся на одну позицию и вернулся на десятую строчку. В лидерах списка «Красноярский Енисей» на втором месте «Динамо Москва». Замыкает тройку шведский «Вестерос». Впереди вас ждет короткая реклама. Она пройдет быстро, а не переключайтесь и сразу после нее смотрите в нашем выпуске. Кировские ветеринары для продолжения лечения лошадей, изъятых у Екатерины Сунцовой, наняли сторожа и ремонтируют сломанные ворота. Группа неизвестных каждый день караулят жеребцов. Шпионский боевик, драма, основанная на реальных событиях, и история знаменитой коммунальной квартиры Покровских ворот, что покажет Первогородскую в эти выходные. Найди пять отличий или новая металлика. В Киров приехала украинская трибют-группа, которая исполняет хиты известных музыкантов. Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. Кировские ветеринары для продолжения лечения лошадей, изъятых у Екатерины Сунцовой, наняли сторожа и ремонтируют сломанные ворота. По словам зоозащитников, группа неизвестных каждый день караулят жеребца Сережу и Славного у конюшни. Напомним, в конце октября в водоеме у Трифонового монастыря был обнаружен труп пони, а в конюшне находились четыре истощенные лошади. Полиция изъяла животных у владельцев и отдала на содержание волонтерам. С тех пор зоозащитников не оставляют в покое неизвестные люди. К активистам приходили мужчины и женщины, представились новыми владельцами, но после вызова полиции спешно удалились. Однако ночью в конюшне кто-то выломал дверь и снова попытался увезти одну из лошадей. Волонтерам пришлось нанять охрану. Сейчас конь по кличке Славный по-прежнему не может самостоятельно встать. Зоозащитники придумали специальную систему подвеса, чтобы поднимать животные на ноги. У Славного начались проблемы с кишечником, его кормят небольшими порциями и продолжают делать капельницы. Остальные три лошади постепенно набирают вес. Сейчас активистам требуются деньги на операцию жеребца Сережи. Врач приедет во второй половине ноября. Примерная стоимость лечения 25 тысяч рублей. Все желающие помочь могут отправить средства по реквизитам, которые вы видите на своих экранах. На выходные кировчанам лучше ничего не планировать. Первый городской канал, как всегда, приготовил удобную и интересную программу передач. Два дня в эфире будут идти фильмы, однозначно достойные внимания. Самый актуальный шпионский боевик месяца «Человек ноября». Роль главного героя исполняет Пирс Броснан. По законам жанра, экс-агент ЦРУ оказывается в эпицентре международной интриги. В разборке он ввязывается, естественно, не один роль. Прекрасной напарницей играет Ольга Куриленко, актриса и модель украинского происхождения. В субботу зрители увидят драматическую историю, основанную на реальных событиях «Властелин любви». Кино об очень богатом человеке, который делал деньги на эротических клубах, очень откровенных журналах и недвижимости. Но могут ли миллионы сделать человека счастливым? Увидите сами. Не пройдут эти выходные и без советского кинематографа герои Покровских ворот в субботу в 22.00, в который раза оставят зрителей смеяться. Главное – ничего не пропустить. Женщину тоже можно понять, девушек вонишь. Ей неприятнее. Да не вожу я. Это другое. Об этом не говорят. На Ди-5 отличий или новая металлика в Киров приехала украинская трибьют-группа, которая исполняет хиты известных рок-музыкантов. Коллектив «Скрим Инкорпорейтед» пару лет назад получил официальное разрешение на исполнение песен «Металлики». Особенность команды в том, что играют они в точности, как знаменитые рокеры, даже одежда и поведение на сцене чем-то похожи. С молодой версией «Металлики» пообщалась наш корреспондент Юлия Косолапова. 100 миллионов дисков. Именно столько группа «Металлика» продвала за 30 лет работы. Теперь это коллектив «Легенда», которому посвящают памятные фильмы, рисуют шаржи, а некоторые музыканты даже пытаются петь их песни. Вот один из ярких примеров сейчас за моей спиной. Закрыв глаза, кажется, что попадаешь на концерт знаменитой группы «Металлика». Те же точные, леденящие сознание, барабанные дроби, гитарные соло, тексты песен и ход баса. Только вот солисты изрядно помолодевшие и посвежевшие. Коллектив «Скрим» признается, они никогда не хотели копировать полный образ любимых артистов. Кто-то не любит бороды, кто-то из принципа не стал отращивать волосы. «Металлисты» хранят свою внешнюю индивидуальность. Исключение только в одежде. Мы себе купили всякие штуки на руку, всякие шарики разноплановые. Для нас главное, чтобы была целостная картинка, то есть цветами. То есть не одеваться один в белое, второй в красное. То есть просто все примерно одинакового цвета, черные в основном. В команде все по фэншую, шутят артисты. Четыре человека, как в «Металлике». Гитара и барабанная установка. Инструменты, конечно, не как у рок-звезд, но похожие. Живой звук рокеры не приемлют, брак и фонограмму. Только на репетицию они тратят от часа и больше. Репетируют до малейшего попадания в ноты. Специалисты «Скрим» фанатели от «Металлики» с самого детства. Знают все факты из биографии своих любимых артистов, манеры и палатки. Мы на одинаковую высоту повесили себе гитары. На одинаковые пуговицы застегнули ремни. И сразу автоматически, конечно, вырабатывается походка, длина ремня, партии и те же самые играем. Автоматически нам удобнее будет встать в ту же позу, в которой удобно было стоять саму кирку, хэма тут. Первое время репетировали движения и пересматривали клипы. Сейчас все получается на автомате. «Скрим» — это трибют группа, что в переводе — дань уважения, коллективный дар. Исполнители как бы создают эффект присутствия легендарной группы, отдавая им при этом свою честь. За рубежом трибют артисты особенно популярны. Копируют Бритни Спирс, Мадонну, Дженнифер Лопес, Адриана Челентана и Мерлин Монро. Артисты нашей страны не пользуются спросом среди трибют-шоу. Для того, чтобы стать двойниками «Металлики» украинскому коллективу, «Скрим» пришлось выкупить права на исполнение песен. Удовольствие не из дешевых, но мечта детства исполнилась. До жизни на сцене они учились в институте. Андрей Максим юрист и Михаил инженер. Вживую своих кумиров видел только барабанщик. Мы не чувствуем себя звездами в данный момент. Может быть там пройдет время и мы такие там, мы придорожные, мы не будем с вами разговаривать. Да, но так пока что этого не происходит. В стиле «Металлики» «Скрим Инкорпорейд» работает уже два года. К выбору композиции для концерта они подходят тщательно. Поют только хиты, чтобы слушатели могли подпевать. Сегодня у украинской команды тур по России. Коллектив признается – устали. Единственное, что заряжает и дает силы ехать дальше – это довольные слушатели. Юлия Косолапова, Александр Ашков, информационный канал «Город». В завершении выпуска прогноз погоды на выходные. С ним вас познакомит Алина Мозгова. Появление комаров в этот день – верный признак мягкой зимы. А большое скопление синиц около домов предвещает скорое приближение холодов. Так гласят народные приметы, а я вам расскажу о погоде на завтра. Седьмого ноября в Кирове ожидается пасмурная погода, небольшой дождь. Температура воздуха днем –2, ночью –3 градуса. Ветер западный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Удачной вам субботы! Такой была эта пятница, 6 ноября. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 54-18-19. С вами был Артем Панекаровских. Увидимся скоро! Субтитры создавал DimaTorzok